Возле Старомаинского залива планируется построить город будущего за 10 миллиардов рублей. Умный город Парк Успенская – это пилотный проект по строительству населенных пунктов нового типа со всеми видами туризма – агромедицинским, просветительским и научным. Презентовавший идею «Футурполюса» Сергей Лаковский добавил, что данный проект – это образ будущего из синтеза ценностей, природы и технологий. Потому что хочется увидеть чего-то нового, не ту рутину, не ту реальность, в которой мы живем. То есть мы используем такой подход, это сейчас называется формат блэжа, бизнес энд блэжа, когда ты приезжаешь на территорию и ты там и работаешь, и одновременно отдыхаешь, восстанавливаешь свои силы, оздоравливаешься. То есть вот этот самый такой перспективный современный формат, который сейчас очень динамично развивается в мире. Данный проект поможет гостю окунуться в другую реальность, воплощать идею в жизнь планируют также на берегах Старомаинского залива. Но это далеко не один проект для Старой Майны. На территории одного из старейших районов России создадут новые туристические маршруты и объекты. Глава муниципального района Василий Половинкин рассказал о проекте «Самая Старая Майна». В поселке обнаружены десятки памятников древних культур, селища, городища, стоянки. Этот факт явился толчком к созданию одного из наиболее известных и популярных имиджей края – 1700 лет Старой Майне. Ранее здесь проводились раскопки. Сейчас исследования, открытия музея и археологические раскопки остаются в режиме ожидания. Старая Майна – это ключ к истории до Киевской Руси. Проведенные археологические исследования позволяют сделать вывод о том, что данный населенный пункт может являться одним из древнейших сельских населенных пунктов на территории Российской Федерации. Удивительно, но памятники до Киевской Руси выявлены пока только на территории Ульяновской области. Сейчас это огромный шанс для нашего региона. В настоящее время туристическая отрасль является одной из наиболее важных для развития различных сфер экономической деятельности региона. Выход проектов на полную мощность позволит привлечь туристов из других городов и стран, а также создать больше новых рабочих мест в туристической сфере. В связи с цифризацией отрасли меняется подход к продвижению и реализации туристического продукта. Появляются новые профессии. Для того, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать рынку труда, нам необходимо организовать на территории Ульяновской области подготовку и переподготовку кадров. На данный момент в Ульяновской области в активной стадии реализации находятся 12 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 780 миллионов рублей.